Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Подписывайтесь на мой канал, по понедельникам я делаю выпуски по точным сигналам на входы в сделки в прибыльные, с перспективой примерно на неделю. Ссылочка будет в описании. Итак, давайте посмотрим, что на этой неделе. Досмотрите до конца, в конце обсудим новости, на которых можно заработать экономически. Давайте посмотрим, что готовит эта неделя. Евро-доллар отбился хорошо, вот здесь на М1 будет видно, отбился от уровня поддержки. Кто по моей стратегии торгует, надеюсь, хорошенько заработали на этом. Сейчас был такой пробой хороший, ложный, возвращаемся, но если пойдет цена все-таки дальше, то можно будет рассчитывать на хороший зеркальный уровень сопротивления. Также внизу нас ждет уровень поддержки, еще один глобальный, на Д1 его видно. Вот наши 4 видно. Поэтому также можно здесь ордера поставить уже заранее на покупку в районе цены 1.12.69 и, собственно говоря, ждать прибыли. Давайте посмотрим фунт. Фунт примерно похожую картину рисует, только что отбился. Вот я тоже поставил ордера на покупку от этого уровня, тоже на этом заработал, надеюсь, вы тоже. Вот сейчас, если цена пойдет дальше, то у нас будет хороший, сформируется зеркальный уровень сопротивления. Вот в районе цены 1.35.42 можно будет ставить ордера на продажу. Ну, чуть-чуть подождать нужно. Вот. Если все-таки пойдем дальше вверх, то нас здесь ждет уровень сопротивления. То есть нам, собственно, без разницы, куда пойдет цена. Да, мы либо внизу ждем, либо наверху. Цена 1.35.95. Здесь ожидаем с ордерами на продажу. Дальше. Доллар-франк. Вышел из консолидации. Вот. Пробил уровни сопротивления. Я вот нарисовал здесь два уровня сопротивления. Вот. Первый и второй. Но, в принципе, несмотря на то, что они там выглядят достаточно далеко друг от друга, если мы дойдем до зеркальной линии поддержки, то получается здесь расхождение не сильно большое. Поэтому в районе цены 0.92.28 можно будет ставить ордера на покупку. Австралиец доллар. Значит, также пробил уровень поддержки. Возвращался, уже отработал зеркальный уровень. Но вполне возможно еще раз отработаем. Поэтому не оставляю надежды на это. В районе цены 0.72.10 можно поставить ордерок на продажу. Евро-австралиец. Значит, здесь уровни поддержки сопротивления. Ну, вот только вот такие вот большие. Да, вот здесь я отметил. Вот здесь вот у нас будет в районе цены 0.158.44. Вот. И уровень поддержки в районе цены 1.55.91. Но это далеко. Сейчас я вижу, что он хорошо отработал себя по сетке Fibonacci вот в районе 38.2. Поэтому, если цена пойдет дальше вниз, то в районе, значит, уровня 50 и 61.8 можем ставить ордера на покупку. Доллар-канадец хорошо себя отработал от уровня 50, также по сетке Fibonacci. Поэтому, если он пойдет дальше, то в районе 61.8. Да, это цена у нас 1.2552. Можно будет ставить ордер на покупку. Ну, и по доллару и японской иене. Также я рассматриваю пока только Fibonacci. Других уровней здесь пока серьезных я не вижу. Пока тоже торопиться не будем, но если цена отобьется от уровня 38.2, хорошо, значит, сетка Fibonacci работает и можем рассчитывать на уровень 50 и 61.8. То есть, от этих уровней будем покупать. Вот такие рекомендации по валютным парам. Давайте посмотрим экономический календарь. Вообще, неделя, в принципе, спокойная. Ну, вот во вторник, ну, как вот я говорю на своем канале, говорил только что, что рынок, он как бы концентрирует так, концентрирует энергию и ищет выплески в каких-то, вот этой волатильности на каких-то новостях. Если новостей мощных нет, то он будет концентрироваться на, и на слабых в том числе. Вот, но здесь вот выступление будет ЕЦБ во вторник и выступление ФРС, да, Паула. И будет ВВП Британии вот в пятницу 12.00. Вот, может, на этих новостях он вполне среагирует. Поэтому поставьте себе напоминание в календарик, чтобы не забыть, не пропустить. Вот такие вот рекомендации. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, используйте сигналами. Желаем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.